Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень простым и быстрым способом приготовить гарнир из капусты на сковороде, буквально за 15 минут. Приготовленная таким способом капуста получается слегка прижаренная, непресная, пропитанная ароматом специй, со сливочным оттенком, в общем, бесподобная. Для меня это не только гарнир, но и стопроцентное самостоятельное блюдо. Для этого рецепта лучше использовать капусту небольшого размера. Сначала разрезаем вилок капусты напополам, а затем режем на капустные стейки, ну или шницели, толщиной где-то 2-2,5 см. Здесь важно, чтобы листья держались за кочерыжку. Теперь обжариваем эти капустные стейки на небольшом количестве растительного и сливочного масла с обеих сторон до легкой румяности. У меня сковорода диаметром 27 см и на нее поместилось ну где-то 600 грамм капусты. Пока капуста прижаривается, делаем заливку. В чаши смешиваем яйца, молоко, соль, перец, сушеный чеснок и специи. Я добавляю уцхо сунели. Вы же можете добавить специи, которые нравятся вам. В процессе приготовления капустные листья становятся мягкими, но широкой лопаткой их перевернуть все же можно. В общей сложности капуста у меня обжаривалась минут 6-7. Теперь заливаем наши капустные стейки яично-молочной смесью со специями. И вот здесь два варианта дальнейшего приготовления. Если позволяет сковорода, в ней съемная или металлическая ручка и время, потому что будет немного дольше по времени, можно поставить доготавливаться нашу капусту в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут. Я включаю оба тена и конвекцию, чтобы образовался красивый верх. Но можно и на сковороде приготовить под крышкой на маленьком огне, а через 5-6 минут аккуратно перевернуть стейки на другую сторону и слегка прижарить их. Так получается, конечно же, быстрее. Наш гарнир из капусты готов. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Готовьте! А в комментариях пишите, что у вас получилось. А я желаю вам удачи, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Пока-пока!